Меня зовут Евгений и я изучаю тихоходок. Мне тяжело об этом говорить, у меня сел голос. Когда я начинал этим заниматься, я не думал, что дойдет до чтения научно-популярных лекций таких, но вот видите, до чего тихоходки меня довели. Сегодня я расскажу вот о чем. Кто такие тихоходки, как им живется в режиме включения-выключения и в чем секрет их сверхустойчивости. Ну, на последние два вопроса я смогу ответить только в самых общих чертах, но, тем не менее, думаю, этого пока что хватит. Итак, начнем. Кто же это такие тихоходки? Ну, во-первых, этот вопрос мне задают очень часто и очень мало людей устраивает тот ответ, который я даю. Во-первых, сразу надо сказать, что это не бактерии, не микробы, не насекомые и не, как думают некоторые, пришельцы из других планет, пришельцы с космоса. Но, во всяком случае, я так не считаю. Но как же ответить на вопрос, кто такие тихоходки? У меня ответ есть, но почему-то большинству моих знакомых он не нравится. Я говорю, тихоходки это тихоходки. Почему-то люди на меня обижаются, но это чистая правда. Ну, смотрите, вот есть зоологическая систематика, и в ней животные делятся на типы. Ну, например, вот мы с вами красивые, и также всякие рыбки, птички, гады, голые, чешуйчатые, а также вот такие вот симпатичные животные, как вот здесь посередине, курсор не бегает, не видно, но посередине ведь центральную картинку. Асцидия совсем на нас не похожа, но все мы родственники, все мы являемся типом хордовые. Есть и другие типы, есть членистоногие, там насекомые, ракообразные, есть моллюски, там всякие улитки, осьминоги и так далее. Есть несколько типов червей, некоторые из них живут внутри нас. Вот, и есть, и есть тип тихоходки, это небольшой тип относительно к нему, относится около 1200 видов, шесть из которых, ну, скажем так, я приложил некоторую руку к их описанию. 1200 это немного, из них на Украине где-то чуть больше сотни, здесь на слайде показаны их разнообразия, причем они есть морские, есть условно-наземные, которые живут в каплях воды, есть пресноводные, разные они бывают. На самом деле тихоходки очень-очень маленькие, а вот это не фотошоп, ну, то есть тут только надписи были добавлены, и то, по-моему, не в фотошопе, а в пейнте, потому что я фотошоп не очень освоил. Так вот, как вы видите, тихоходка, она толщиной, ну, практически с волос человека. В данном случае роль человека исполнил я, значит, волос человека, это мой волос, упавший в чашку Петри с красителем случайно, я решил его сфотографировать на фоне тихоходки. Длина тихоходок где-то в среднем около полумиллиметра, да, ну, самые большие около миллиметра. На самом деле, поскольку они такие маленькие, то неудивительно, что до относительно недавнего времени, ну, буквально еще в 1773 году, сделали первый рисунок тихоходки, это так называемый водяной медвежонок пастора Иоганна Гетце. Вот ученые часто любят ругать священников, но на самом деле священники бывают хорошие, вот Грегор Мендель был вполне хорошим священником, и вот, например, Иоганн Гетце, который открыл тихоходок, но тоже я в нем ничего плохого не вижу. И вот он открыл такое животное, похожее на маленького медвежоночка, и так его и назвал, и название прижилось. Сегодня в английском языке тихоходки называются water bears, водяные медведи, в немецком bear tirchen, ну, тоже медвежата, и только в некоторых языках, на латыни, на русском, еще на некоторых, они действительно называются тихоходками за свое неспешное передвижение. На самом деле тихоходок очень легко встретить. Вот посмотрите, говорили о фотографиях, вот я с множеством тихоходок здесь сфотографировался, но, конечно, самая заметная персона на ландшафте – это тут я, но около нескольких тысяч тихоходок здесь тоже присутствуют. У нас их можно встретить в растительной подстилке, в почве, во мхах, в лишайниках, в водоемах разнообразных. И на самом деле их очень много, просто из-за того, что они мелкие, мы их не видим. Поэтому, когда вы в лесу гуляете по мхам или лишайникам, то знайте, что тихоходки вам за это спасибо не скажут. Но если мы прибегнем к современным технологиям, относительно современным, таких как микроскопирование, то мы увидим какую-то подобную картину, а если мы еще сильнее увеличим и получим такой портрет тихоходки, да, вот опять-таки говорили о фотографиях в рамках, но это, конечно, старомодное, я понимаю, но для тихоходки ничего, она беспозвоночная. Так вот, что мы увидим? Мы, во-первых, увидим, что теоретически тихоходка тоже может видеть, у нее есть вот эти два черных пятна, это глаза, поскольку тело тихоходки прозрачное, то она смотрит сквозь свою голову, а кроме того, нет, на самом деле наши родственники некоторые тоже так делают, зря смеетесь. Есть, например, ланцетник из типа Хордовой, так вот он тоже смотрит через нервную трубку свою. Так вот, так что особенно не обольщайтесь. Так вот, у тихоходки тут еще виден ротовой аппарат, очень своеобразный, у нее есть два стилета, две иглы, которые высовываются изо рта, она ими чуть-чуть прокалывает и поедает, засасывает при помощи своей глотки. Но надо сказать, что хотя глаза у тихоходки есть, но нас она с вами не увидит, поскольку ее глаза не способны формировать изображение, они только видят светло и темно. Вот эта замечательная композиция – это рот тихоходки, это сканирующая электронная микрофотография, вот этим местом тихоходка ест. Ну, что она ест, да? Ну, тихоходкам не чуждо модные веяния, как вы понимаете. Во-первых, есть хищные тихоходки, они едят мелких животных, таких как нематоды, другие тихоходки, кстати говоря, калавратки, ну, еще там кто-нибудь. Есть растительноядные, которые питаются, например, мелкими водорослями, которые они могут поедать или высасывают клетки мухов. То есть есть те, которые питаются бактериями, засасывают в огромном количестве. Ну, в общем, всякое бывает. Вот смотрите, это самая растиражированная фотография тихоходки, которая мне известна, которая стала источником для многих фотожаб, для роликов, для каких-то, ну, в общем, для чего угодно. И на ней мы видим, что тихоходка, она, видите, вроде бы она как нам мило улыбается. Видите, такая улыбка у тихоходки. И так она глазки прищурила. А на самом деле никаких глазок и никакого ротика, ну, вернее, ротик-то тут есть, это вот эта круглая штуковина. На самом деле ничего общего с улыбкой эта фотография не имеет. Во-первых, эта тихоходка уже мертва на момент фотосъемки. Ну, сканирующая электронная микроскопия так устроена, извините. А во-вторых, ей просто переднюю часть головы вдавило в заднюю. Ну, так получилось. И вот эта вот улыбка и вот эти вот складочки вроде глаза, это на самом деле просто складки в результате вдавливания вот этой передней части головы. Но, тем не менее, эта фотография получила такой тираж, что теперь тихоходок везде рисуют почти с улыбкой. И, кстати говоря, обратите, на наших вот анонсах тихоходка тоже улыбается вот таким образом, да? Так что вот оно, влияние массовой культуры. А на ногах у тихоходок имеются когти. Вот, ну, не такие, как у котов может быть, но, в принципе, они тоже довольно острые. И по форме этих когтей, кстати, один вид тихоходок можно отличить от другого. А вот эта вот замечательная композиция, которая, кстати говоря, есть в виде таких вот наклеечек. Ко мне уже подходили люди и спрашивали, а что это вообще за, ну, в общем, что это за штука изображена здесь на этой наклейке. А вот это яйцо тихоходки. Оказывается, тихоходки, они откладывают яйца с вот такими интересными выростами и делают они это для того, чтобы эти яйца никто не съел. А еще у них есть другой фокус. Некоторые тихоходки откладывают яйца гладкие, но тогда они их откладывают внутрь так называемой сброшенной кутикулы или экзувия. И вот мое первое знакомство с тихоходками, ну, до того, как я начал их изучать, это было, когда я прочел книжку «Удивительные приключения Карика и Вали». Там школьники уменьшились, там еще у них был этот приятель Иван Гермогенович замечательный. И вот он нашел шкуру тихоходки с яйцами, яйца выбросил нафиг, а мешок забрал и радостно показывал Карику и Вали и говорил, вот теперь у нас есть мешок для вещей. И вот тогда мне это сразу запомнилось. И вот эти треугольнички маленькие, которые видно в середине яиц, это на самом деле ротовые аппараты со стилетами будущих маленьких тихоходочек. Но что самое интересное? Самое интересное, это, конечно, способность тихоходок впадать в покоящееся состояние. Из-за этого они, в общем-то, так и стали известны. Это покоящее состояние называется иначе криптобиозом или скрытой жизнью. И они вот впадают в такое состояние неподвижное, втягивают лапки и называют это формой бочоночка. И вот в этой форме бочонка они проявляют просто какие-то совершенные чудеса. Вот это тоже известная картинка, которую нарисовала прекрасная Беатрис. Ее потом перевел кто-то тоже не менее прекрасный на русский язык. И в ней говорится, что тихоходка, она все выдерживает. И, в общем, эта картинка, она недалека от действительности, но, в всяком случае, ваши проблемы тихоходок точно не интересуют. Это я могу сказать определенно. Но, кроме того, в состоянии криптобиоза тихоходки могут пребывать несколько лет. Ну, там по разным оценкам эти цифры отличаются. И в этом состоянии они выдерживают 8 часов в жидком гелии, год в жидком воздухе, нагревание до плюс 150 градусов. Да, кстати говоря, жидкий гелий это же практически абсолютный ноль, то есть ниже уже, намного ниже температуры уже просто не бывает. Пребывание в атмосфере некоторых газов токсичных для человека, например, вакуум, гидростатическое давление огромное в 6000 атмосфер, то есть это очень много. И очень большое рентгеновское излучение, 570 тысяч рад. То есть, на самом деле, как говорится, тихоходку вроде бы как ничем не проймешь, и ее не зря называют, ну как ее, на самом деле неправильно говорить ее, это там 1200 видов, как я говорил, и некоторые из них обладают этими способностями, наземные в основном, называют одними из самых стойких форм жизни на Земле. Ну, насколько это правда, я лично не думаю, но, потому что есть там и те, кто более экстремофильные, но, во всяком случае, они живут уже около 500 миллионов лет, они пережили все глобальные вымирания, которые мы знаем, и, в общем, очень даже может быть, что и нас с вами тоже переживут. Во всяком случае, вот из новых исследований, что мы знаем за последнее время, так пора идти обратно. Что мы знаем за последнее время? Ну, вот, например, тихоходка, которая пролежала в морозилке 30 лет, проба мха пролежала с этой тихоходкой, и через 30 лет ее разморозили, и она вполне себе ожила. И вот так отглядывается по сторонам и думает, что-то новое происходит. Активная жизнь тихоходки – это всего несколько лет, но если ее периодически погружать в такие покоящиеся состояния, то она может протянуть довольно долго. В 2007 году тихоходок испытали условиями открытого космоса, то есть тихоходок отправили в космос на фотоаппарате фотон М3. И, кстати говоря, они успешно вернулись, они испытали на себе открытый космос и выжили, ну, во всяком случае, на некоторое время. И в чем же тут секрет? То есть, чего они такие вдруг стали устойчивые? Естественно, если полностью раскрывать этот вопрос, ну, тут не 15 будет на 4, а тут будет совсем другое, поэтому я расскажу только очень вкратце. Основные механизмы. Во-первых, это избавление от свободной воды. То есть они полностью практически теряют воду, которая не связана с какими-то макромолекулами важными, да, и высыхают. Благодаря этому их клетки меньше повреждаются. Следующий механизм – это использование шоперонов. Ну, шопероны – это то, что раньше называли белками теплового шока. Это те белки, которые защищают другие белки. Как вы знаете, самые важные макромолекулы у нас в клетках – это белки, и их надо защищать. Вот это делают шопероны, они помогают белкам приобрести правильную конформацию в том случае, если они ее утратили. Не менее важно использование антиоксидантов. Вот недалее, как неделю назад тут рассказывала Екатерина Лебедь про свободные радикалы и антиоксиданты, как это все важно. Так вот, антиоксидантные системы, которые защищают от окисления, они тоже имеют очень большое значение. Ну и, наконец, куда же деться от репарации ДНК, никуда от нее не денешься. Потому что если ДНК повреждается, и потом тихоходка оживает, то, в общем, такой поврежденной ДНК у нее могут возникнуть проблемы. И поэтому системы исправления ошибок в ДНК в генетическом материале, они тоже очень мощны на самом деле и работают вовсю. Надо сказать, что тихоходки, они являются в некотором роде генетически модифицированными организмами. Правда, это не человек их генетически модифицировал, а они модифицировали сами себя. Вот здесь представлены тихоходки вместе с вот этими мелкими объектами, это калавратки. И те, и другие ухитряются забирать в себя очень значительное число чужеродных генов. Например, вот в геноме тихоходки, эта статья вышла буквально в прошлом году, обнаружили 17,5% чужеродных генов, в основном являющихся генами бактерий. Кроме того, среди тех 82,5%, которые остались, какая-то часть тоже может быть чужеродной, просто она принадлежит не бактериям, а, например, животным, и их сложнее выявить. То есть, на самом деле, это очень много, это самый большой показатель среди всех животных, и значительно больше, чем, например, у человека или у других животных, которых мы хорошо знаем, таким образом, значительная часть генов тихоходок, это на самом деле не гены тихоходок. Как это получилось? Это получилось благодаря горизонтальному переносу генов, и вот тут эта схема показана так очень условно. Вот большая клетка, такая синяя, это клетка тихоходки, маленькая, такая розовенькая, гламурная, это клетка бактерии с плазмидой. И что происходит? Когда тихоходка засыхает, впадает в состояние криптобиоза, то ее мембраны могут повреждаться, кроме того, они могут повреждаться еще и при включении тихоходки, при ее переходе в активное состояние. И при этом значительные фрагменты молекул ДНК могут перемещаться через мембраны и попадать внутрь клеток тихоходок. И далее эти мощные системы репарации, которые есть в клетках, они могут встраивать вот эти чужеродные фрагменты гена в геном тихоходки, и оказывается, что тихоходка становится такая, нашпигованная чужими генами. А кроме того, оказалось тоже при исследовании генов, и это была статья опубликована в этом году уже, хотя казалось бы, что тут этого года прошло, что тихоходки это по сути такие большие головы. Но тут, конечно, эта мысль нуждается в пояснении. Дело в том, что исследовали так называемые хоксгены, которые отвечают за разметку тела, и оказалось, что вся тихоходка, за исключением задней части ее задней пары ног последней, она соответствует только лишь голове членистоногих, то есть, грубо говоря, насекомых. И вот очень интересно, как у тихоходок происходил переход к карликовости, к вот этой полной перестройке тела. И какое прикладное вообще значение вот этого исследования? Ну, на самом деле, очень значительное. Вот не так давно, значит, был опубликован такой вот опрос, да, то есть, если бы вот, ну, понятно, там сейчас собака была, а потом перешли на тихоходку, то есть, как бы тихоходка носила штаны, вот как правильно. И на самом деле, вот никто почти со мной не согласился, я отметил правильный вариант, вот этот вариант правильный, потому что на самом деле то, на чем носят штаны, это только задняя пара ног вот у тихоходки, самая задняя часть ее тела. На самом деле, людей, которые изучают тихоходок, не так много, но они есть. И вот эта фотография симпозиума по тихоходкам, который был в свое время в Португалии, можете попытаться тут рассмотреть меня, но я, конечно, веду своей врожденной скромности и некоторых морфометрических данных, встал куда-то там в конец, чтобы не затенять, так сказать, всех присутствующих. И вот, ну все-таки людей достаточно много собралось, это еще не все приехали. И, собственно, что всем этим людям нужно? Какое значение имеют все их исследования? На самом деле, тут много всего есть. Во-первых, это может быть применено в целом ряде отраслей биологии, такие как риобиология, то есть заморозка биологических объектов, радиобиология, их устойчивость к радиации, космическая биология, эволюционная биология. Ну а также, на самом деле, тихоходки стали вполне себе объектом масс-культуры. Это произошло. Да, прошу прощения. Так вот, про масс-культуру. На самом деле, тихоходки перешли в мультфильмы, с тихоходками стали делать татуировки, ну о значках я уже вообще молчу. Некоторые люди стали шить тихоходок, как-то их делать из шерсти и так далее. И вот у меня, например, есть знакомая юнатка в зоопарке, которая сваляла мне несколько тихоходок из шерсти. Вот кто-то валяет дурака, а кто-то валяет тихоходку из шерсти. Это значит на лучшее. Так что, если кому-то когда-нибудь понадобится макет тихоходки, то вот вы знаете, к кому можно за этим обратиться. И вот, вроде бы немного тут осталось, но это на самом деле очень важная фотография. Вроде бы она такая черно-белая, знаете, ничего особенного тут не видно. Но это тихоходка, голова тихоходки. И эта тихоходка, она хочет вам сообщить нечто очень-очень важное. Спасибо за внимание, говорит тихоходка. Ребята, концептуальное отличие 15 на 4 от рок-концерта кажется только в том, что у нас вопросы можно задавать. Давайте поднимайте руки, я буду ходить с микрофоном, но я пойду туда, там много рук. Тихоходок, которые жили бы внутри людей, пока что обнаружено не было. Я думаю, что на этот вопрос лучше ответить кратко и безвозно. У меня был такой вопрос. Являются ли тихоходки колониальным видом организма? А нет, колониальные организмы это вот что-то из разряда, там, колониальные водоросли вроде Вольвокса, какие-нибудь колониальные кишечно-полосные. Нет, тихоходка колониальным не является. Колония это когда несколько однородных клеток, они как бы соединены вместе, или несколько таких однородных организмов. У тихоходок такого нет. Ну, например, если они живут в омхах, то в омхах, если они живут в растительной подстилке, то в растительной подстилке и так далее. Но если в воде, куда-нибудь в песочек, там они не плавают, а они в грунте живут. Здравствуйте, да, спасибо за лексию, за юмор. Есть вот вопросы по сути. Вы говорили, что у тихоходок мощные механизмы репарации, регенерации. Вот интересно, работают ли они только лишь на уровне микробиологии, ну, на уровне клетки, насколько это нужно применить к маленьким организмам. Или, допустим, там ее можно, скажем так, разрубить, грубо говоря, и она растет там с двух сторон. Нет, вот как раз, ну, вот почему-то думают, что тихоходка – это вообще бессмертное существо, усвойчивое ко всему абсолютно. Но вот на самом деле, я вам расскажу, тихоходки – это нежные и ранимые создания. И они… Нет, это правда. Дело в том, что тихоходку легко травмировать, и регенерировать она не умеет на уровне организма. То есть как раз-таки, если ей оторвать ногу или что-нибудь в том же духе сделать, то она отрастить не сможет. Как раз-таки способности к регенерации у тихоходок одни из самых низких вообще среди всех животных. Большое спасибо за лекцию. А каким образом были отличены гены тихохода от заистанных генов? Да, ой, там в статье был длинный, такой занудный раздел на эту тему. Я долго себя уговаривал его прочитать. И, наконец, уговорил. Действительно, вот если у нас есть тихоходка, да, то на ней, рядом с ней и так далее может просто жить достаточно много бактерий. То есть как мы знаем, что эти гены бактерий просто не попали в анализ. Они использовали целый ряд хитростей при этом. Один из них это был поиск генов рибосомальных РНК бактерий. То есть если вот какой-то ген нуклеоида бактерии есть, а вот, например, гена… Это тоже, конечно, ген нуклеоида. А гена рибосомальной РНК, например, этой бактерии нету, они взяли гены рибосомальных РНК всех известных бактерий, которые были в базах данных, то, судя по всему, это не бактерия, а это ее ген внутри тихоходки. И еще там был целый ряд вот таких ухощрений, да, и все, может быть, сейчас не вспомню, но им была посвящена вот значительная часть этой статьи. И, естественно, что эту статью публиковать бы в рецензируемом научном журнале бы не стали, если бы они бы этих проверок не сделали. Вы сказали, что у тихоходок очень мощный механизм. И у меня такой вопрос. Почему они до сих пор не захватили Землю? Ну, какой факт это? Какой факт это? Какая ценность? Какая ценность на стадии эволюции сейчас? Да, тут много всяких вопросов. Ну, на стадии эволюции находимся мы все, да, включая вот нас здесь. По поводу захватили ли тихоходки планету вопрос спорный. Я считаю, что вполне себе захватили. Они живут на всех континентах, включая Антарктиду. Они живут практически во всех морях, океанах, пресных водоемах. Они просто живут в мелком размерном классе. И захватывать планету в нашем смысле им не очень-то есть зачем просто. Они выбрали другую стратегию. И, как видите, она дала свои плоды. Смотрите, сколько людей сидит вот сейчас в городе, в каком-то помещении, да, и обсуждает их жизнь. Я считаю, это успешная стратегия. То есть выходит больше, чем все миллиарды? Тихоходок определенно больше, чем люди. Тут нет сомнения. А если продолжать тему жизни? Если тихоходку не может жить в человеке, то может ли кто-то жить в тихоходке? Да, может, конечно. Знаете, такое есть стихотворение. Под микроскопом там увидел он, что на блохе живет в блоху кусающая блошка, на блошке той блошинка крошка, в блошинку же вжалзает зуб сердита блошиночка, и так аденфинитум. У тихоходок есть паразиты, я их видел, и тихоходки от них очень страдают, это да, которые живут внутри них. Они очень-очень маленькие. Там есть паразитические грибы, паразитические бактерии, там прокариоты, ну и еще всякие. Другие просто внутренне влезают. Здравствуйте, спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, какие есть у тихоходок половые различия, и как они размножаются? Тут бывает по-всякому. Ну, начнем с того, что... Нет, ну у тихоходок большое разнообразие в этом плане. Начнем с того, что в отличие от насекомых, у которых играет очень большую роль в их размножении форма их половых органов, и если мы откроем любой определитель насекомых, то он будет весь почти изрисован изображениями их половых органов. У тихоходок такого нет обычно, у них наружные половые органы отсутствуют, как правило, но у них действительно есть спаривание самцы и самки в большинстве случаев. У них иногда бывает партеногенез, то есть размножение без оплодотворения. У них иногда бывает гермафредитизм, то есть то, когда одна и та же особь является и самцом, и самкой. И вот интересно, у некоторых видов тихоходок, это такой экзотический процесс, вот самка, готовая к тому, чтобы отложить яйца, она начинает линять, то есть сбрасывать с себя старую кутикулу, а самец в эту старую кутикулу впрыскивает сперматозоиды. И вот там вот все это происходит, выглядит весьма интригующе. То есть у них бывает много всяких вот тут вариаций. Это то, что она уже съела. Но я думаю, что на самом деле это, может быть, был даже и не мох, а ее высадили в какую-то культуру с водорослями. Но да, это то, что она съела, это видно через покровы. Понятно. А уже задавали, вы отвечали про паразитов, мы говорили про грибы, а он может на них расти? Нет, я думаю, что для этого тихоходки не подходят. Так, у меня последний вопрос. Если, допустим, захочу такую шикарную животную себе дома завести, где я могу его найти, чем его кормить? Ну, знаете, вот если вы хотите всем рассказывать, что у вас дома живет тихоходка, это очень просто делается. Вы идете в ближайший лесок, там, где не очень грязно, сошкребаете с какого-нибудь дерева, такой большой красивый кусок мха, да, а потом приходите домой, кладете его в какой-нибудь горшочек красивый, и когда к вам приходят гости, говорите, смотрите, вот тут у меня живет тысяча тихоходок. И очень может быть, что это будет правдой. У меня такой вопрос, вы говорили, что на тихоходке проводили эксперимент на условиях открытого космоса, а как их туда поместили? Ну, в смысле, они же маленькие, их там приклеили на корпус космического корабля, или как-нибудь вообще? Вот мне задавали этот вопрос, да, то есть тихоходка, когда она впадает в состояние, ну, там они были в состоянии криптобиоза, определенно, то есть они были в неактивном состоянии, она, когда впадает в состояние криптобиоза, она так немножко присыхает к поверхности, да, и на ней держится. Вот я думаю, что дело в этом, потому что, ну, других способов крепления тихоходки к субстрату я не могу изобрести. Ну, а как их вообще поместили в открытый космос? Ну, то есть, если их транспортировали, то, наверное, там трение в атмосферу, все дела. Или их потом высунули как-то? Там был такой отсек, который из дверцы, из такой, которая открывалась. Ну, механически, а как, да, они вручную же, они открывали, да. А можно я задам самый простой, но личный вопрос? Если столько есть тихоходов, если они так хорошо открываются, зачем они нужны на нашей планете, что у них такие защитные механизмы, чтобы вообще не убить? Они же иногда нужны, зачем их так нужны? Я же не знаю. Нет, ну как, они же в этой системе зачем подружат, если он уедет? Что они делают? Зачем тут тихоход? Ну, дело в том, что вот экосистемы, они все устроены так, что каждый организм, он нужен прежде всего самому себе для того, чтобы существовать, да. И вот если бы тихоходки задали нам вопрос, для чего мы нужны, я не уверен, что мы бы сильно бы ответили бы именно этот вопрос. Тут фокус в чем? То, что вот целеполагание, да, что вот все в мире для чего-то нужно, корова для того, чтобы давать молоко, чума для того, чтобы убивать людей, там, ну, что-нибудь еще для чего-то, да, он в биологии как-то, ну, не совсем признается такой подход, то есть, что вот все для чего-то нужно, особенно вот в плане там человека. Тихоходки существуют вполне в свое удовольствие, как и все прочие организмы. Они являются частью экосистем, они съедают большое количество нематод, они принимают участие в первичной колонизации каких-то участков суши. Ну, как бы всерьез говорить о том, что вот какая роль тихоходок в этом мире философская, да, я бы от не стал текстовить. Спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. Если они заимствуются большую часть генов и бактерий, какой у них, в принципе, размер генома и какой там процент котирующих генов? Не влияет ли это на их процессы такое большое количество бактерий? Да, ну, тут я боюсь соврать, честно говоря, чтобы такие цифры привести, это надо смотреть в статью, размер генома у них небольшой, но я не назову там в пикограммах или в чем там принято, в фарах нуклеотидов, и так далее. Я сейчас не назову. То есть, насколько это, как это все работает, пока не ясно. Опять же повторюсь, эта статья, вот, она вышла вот недавно совсем. То есть, это генетика тихоходок и геномика, она только начинает развиваться. То есть, тут пока больше вопросов, чем ответов. Я тут не готов сейчас объяснить все это да я. А скажите, пожалуйста, значит, вот эти вот их свойства, устойчивость к радиации, там, способность садов, подать ванабиоз, они могут быть, ну, допустим, в дальнейшем использованы как-то для человека? Можно ли человеческому организму каким-то образом придать, ну, что-то похожее на эти свойства? Ну, в этом-то и весь как раз цимис. Потому что, вот мы исследуем, когда кого-то, то мы всегда это делаем с такой корыстной целью, а как быть, чего нам вышло хорошего от этого. И тихоходки не исключение, потому что, действительно, вот их стали исследовать для того, чтобы сказать, вот, ага, вот тихоходка, она это все может, а вот что, если бы мы бы тоже так могли, да? Чтобы мы как-то лучше радиацию переносили, и репарация ДНК у нас была получше, и антиоксидантные системы и так далее. Пока что есть одна проблема. Люди очень большие. И поэтому многие подходы, которые работают на тихоходках, они, к сожалению, на целых людях плохо работают. Хотя, вот, например, на частях людей, ну, а зря вы смеетесь, счастье людей это очень важно. То есть нам иногда надо сохранить какую-то часть человека, например, крио заморозить ее, и тогда подходы тихоходочные, они вполне применимы. А мы можем как-нибудь геннодифицировать тихоходку так, чтобы она начала регенерировать, чтобы у нее появились способности регенерировать. Ну, способность к регенерации – это сложная штука. У тихоходок проблема в том, что они состоят из очень малого числа клеток, и их способность к делению очень-очень ограничена у этих клеток, поэтому заставить тихоходку регенерировать и отращивать себе ногу будет очень сложно, я думаю. Но, кто знает. – А как тихоходки общаются с друг с другом? Ну, мне они об этом не говорили. То есть, звуков они, насколько я знаю, издавать не могут. Зрение у них так себе. Да, вот общение тихоходок – это такой, ну, сложный процесс, ввиду того, что просто они маленькие очень, за этим очень сложно наблюдать, и как вот тихоходки как-то… Вот что они делают при встрече, если одна из них не съедают другую, конечно. Это интересный вопрос. Я думаю, что вот биология тихоходок, она пока на них не нашла. – А тихоходки живут поодиночке или вдвоем, вдвоем? – Они живут большими обычно скоплениями, где их могут быть десятки, сотни и тысячи. Такое, стадо тихоходок. – А вот. – А кроты, это же тихоходка кроты? – Ну, кроты, кротов я бы как-то рассматривал отдельно. – А вот если тихоходки такие замечательные, в этих своих свойствах, шоперонах, они там классные, они бывают садентар, то почему еще не нашли свое применение в лабораторной практике или в промышленности какие-то генетические конструкции от тихоходок? То есть мы только что сегодня слушали про наш проудин из «Медузы». Вот почему у тихоходок так все? То есть, как я понимаю, вы сказали, что это возможно в будущем. Их не надо с нами только изучать. И почему? В чем проблема? Они же в эти годы везде есть удобный объект. – Ну, насколько они удобные объекты, вопрос спорный, потому что культивировать тихоходок сложно в лаборатории, они маленькие, их тяжело исследовать. Специалистов по тихоходкам не так много, напомним, в сравнении с теми, кто изучает какие-то другие группы, с классическими микробиологами, например. Я думаю, что тут еще все впереди. – Есть еще вопрос. Вы говорили про их механизм включения-выключения. Она как бы последнется, или может в него входить, или в каких-то внешних факторов это зависит? – Да, вот это я не рассказал, и это очень важно. Смотрите, представьте себе, что вы тихоходка, и вы живете в тонкой пленке воды, и в один прекрасный момент эта тонкая пленка воды, она начинает пересыхать, а жить вне воды вы не умеете. И тогда у вас не остается ничего другого, кроме как выключиться. И вот это на самом деле очень полезное свойство, которое позволяет жить тихоходкам в таких вот эфемерных украинской мовой средовищах, да, места обитаниях, которые вот они то хорошо там, то плохо, то вот зимой пригрело солнце, то стало холодно, то летом есть вода, то ее нет. И, соответственно, они из-за этого приобрели способность включаться-выключаться, и на этом же фоне, именно у этих видов, развелась их сверхустойчивость. Вот тихоходки, получается, они заключаются в миаксе, много приемных жевать холод, жар и так далее. Но почему тогда они живут только в лесах, в пленах этих лесах, где таких светлых людей? Почему они не выключаются в таком здании и так далее? Как я уже говорил, тихоходки — это существа нежные и ранимые, да? Они, например, плохо реагируют очень на загрязнение воздуха. Но, тем не менее, в Харкове они живут, можно их в черте города некоторые виды вполне себе даже встретить. Они не только в лесах, нет. Они даже, я как говорю, они даже на ледниках живут. То есть это не только какие-то лесные, это и различные болота, и некоторые даже там открытые местности, и в черте города это может быть, если там не слишком грязный воздух. Вы говорили, что очень мало людей в мире изучает тихоходок. А интересно, как вы сами в нескольких предложениях пришли к тому, чтобы их изучать? Ой, ну это сложный вопрос, конечно, в нескольких предложениях об этом сказать. На самом деле у тихоходок есть несколько свойств. Они очень маленькие, очень странные, очень-очень крутые. И вот мне всегда хотелось найти какой-то объект, который удовлетворял бы этим качествам, но я до определенного момента не понимал, что это может быть. И вот в какой-то момент я понял. Ну вот так это как-то снизошло. Еще мне захотелось поработать с какой-нибудь группой, где можно описать новый вид, например, организмов, назвать его каким-нибудь дурацким именем. Да, у меня это получилось 6 раз. Значит, 6, да, 6-6 видов тихоходок. Не, ну какие, ну названия я им дал пока что не дурацкие. Да дурацких найдет, я надеюсь, в будущем. Если тихоходки такие крутые мы можем, закинуть их на каком-нибудь острове, на какую-то планету, и надеяться, что там заводится жизнь. Ну из одних тихоходок она там не зародится, потому что для этого нужны некоторые экосистемы, их надо формировать на основе прокариот, конечно. Но в принципе, учитывая то, что условия космоса они переносят, и неблагоприятные условия тоже, то в колонизации каких-то планет, если они будут более-менее подходящими, ну не Венера это будет в современном ее виде, да, естественно, то может быть какие-то там спутники Юпитера, там знаете, где там что-то есть более-менее подходящее. По-моему, там холодно слишком, ну не знаю. Тихоходкам нужно, чтобы периодически было хорошо. Она не может, когда все время плохо. Скажите, пожалуйста, а тихоходки могут жить в любом климате, или для них тут бывает слишком холодно, что они там просто не заводятся, или слишком жарко? Ну в Антарктиде для них не слишком холодно. Более холодных мест мне неизвестно. Ну и в самых жарких местах они тоже живут. Ну практически везде, да. В любых климатических зонах это точно. Да? В чем вопрос? Спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, насколько быстро происходит выключение тихоходок, если взять молк и закиплетить, а молк в воде, она не ездит или она не быстрее выручится? Ну, такая тихоходка против электрочайника, да. Но я думаю, что, честно говоря, битва тихоходка против электрочайника, она, наверное, проиграет, хотя вообще кто знает. Но этот счет идет на какие-то доли часа, да. То есть там должно пройти где-то, ну, полчаса, наверное, для того, чтобы она... Потому что в природе, ну так прям совсем быстро, что вот секунда и все, редко что-то происходит. Там, где тихоходки живут, все-таки это какие-то, ну, минуты, десятки минут, да. Как тихоходки переносят действия там разных химических веществ? Ну, то есть, как бы там токсичные газы, они переносят, что если им поместить там в концентрированную кислоту, щелочь, там, спирт, растворитель какой-нибудь? В концентрированной кислоте и щелочи она растворится. Никак она не перенесет это. А в каком времени там, например, архитектуре? Ну, я не знаю, мы, может, сделаем там с юнатами работу, погружение тихоходок в агрессивные жидкости, да. И там опубликуем эти результаты там в какой-нибудь газете, да. Ну, тут я думаю, что все-таки репарация ДНК играет свою роль и антиоксидантные системы, потому что там основные проблемы а с образованием свободных радикалов повреждающих и б с повреждением ДНК. Думаю, что в этом дело. Выяснили, вот, подвергая их действие, этих факторов, да. То есть погрузили в жидкий азот, ага, они там выжили. Там нагрели, выжили, отправились в космос, выжили. Не умрут ли они за это время? Ну, некоторые умрут, а некоторые не умрут. И тут вопрос, в общем, вероятностный такой, да. Некоторые такие выживают. Некоторые, да, засыхают, например, слишком быстро, там происходят какие-то необратимые повреждения или что-нибудь такое. Еще один вопрос. Возможно, немного убыли. Вы мне когда-то рассказывали, что эти охотки могут переноситься с континента на континент буквально в подобных атмосферного воздуха. Да. А вот как они туда попадают? Если они вот сидят на пуху, значит, в кафельке воды, как они попадают в высокую атмосферу? Мох засохнул, на него поднул ветер, и она полетела. Далеко-далеко. Это очень безнадежная операция. Спасибо.